Раньше мне нравилась информатика и математика. Я больше по такой математической извини не была. Литература, русские, это не про меня. Но читать книги я сейчас очень сильно полюбила. Особенно после школы. Вот школа закончилась, и сразу о книге, рассказы, это про меня сейчас. Ну, не просто информатика, я ее сдавала в девятом классе, как ОГЭ, экзамен. И мне нравились все эти задачи, на компьютере всякие задачи. Ну, это та же информатика, это та же самая математика, считай. Поэтому мне это очень нравилось, писать программы и так далее. А учителей математики у меня их было, ну, получается, с первого по четвертый, и потом несколько раз менялись, но в целом они все были классные. Очень много и очень хорошо объясняли. Не знаю, как многие не понимали. Ну, конечно, алгебру я любила больше, чем геометрию. Но геометрия — это даже не больше про заучивание каких-то терминов и правил. Это нужно понимание. Физкультуру, да, очень любила. У нас, наверное, было раз, два, три, четыре учителя физкультуры. Они как бы все были в одной каморочке своей. И они все менялись почему-то постоянно. И вот у меня была одна женщина и три мужчины. И вот с женщиной я очень много ездила на всякие соревнования. Мы даже на первенство России ездили среди школ. Мы там где-то месяц, наверное, в Орленке жили в лагере. А так, наверное, самый запоминающий — это Михаил, мой тренер. Ой, ну как тренер. Он был тренером мальчиков по футболу. И вот мне как-то с ним больше коннекта нашлось. И Андрей Николаевич был. Он постоянно у меня спрашивал, ну что, когда поедешь там на чемпионат России, когда там это, как на футболе. Постоянно интересовался. Наверное, благодаря вот этим всем учителям физкультуры я, наверное, закончила школу. Потому что один учитель, была ситуация, что мне поставили тройку в аттестате за девятый класс. Он пошел быстрее и быстрее, чтобы мне этот аттестат не напечатали. Договариваться с учителем по физике, чтобы она поставила правильную оценку. А там была четверка. Или учитель по химии мне постоянно говорила, ну что ты как Кокорина Мамаев, поведешь меня, Дима? Ой, когда выиграешь в ресторан. Я говорю, да, конечно, только четверку мне поставьте. Вот такие вот ситуации были. Я просто из-за того, что моя мама учитель начальных классов. Вот. И как бы да. И первые года, когда я была маленькая, я вот в первый по четвертый класс, наверное, не в садик ходила, а к ней на уроки. И потом заново еще раз сама же пошла в школу. И также с первого по четвертый я вот закончила с отличием, потому что уже все знала. Я пришла такая, а я это все знаю. Ну, наверное, поэтому я жила от мамы отдельно с шести лет, потому что она не хотела, чтобы мы учились в одной школе, и она была бы моим учителем. Поэтому мне пришлось в другую школу уйти. Вот для меня это трагедия. Это боль. Я выросла, но я осознала, что так было правильно, и она ничего не могла с этим сделать. Но для меня боль, что у всех были мамы на первом сентября, а моя мама была с чужими детьми. И я плакала от того, что меня ведет бабушка. И она мне заплетала косички, а не мама. Ну вот, и я как бы, наверное, первые два года, с первого по второй класс, я звонила маме и говорю, ты меня не любишь, ты любишь эти детей, я не твой родной ребенок. И что-нибудь такое плакала, прям говорила ей. А потом, ну, выросла с ума. Я понимаю, что это работа, и она ничего не могла сделать, ей тоже больно делала. Но сейчас мы над этим смеемся. Не знаю, там, как мы сейчас с тобой разговаривали про рилсы. Уроки преподавания рилсов. Как снимать постановки, свет и так далее. Ну, вообще, мне нравится все, что связано с камерами, с светом. Ну, вообще, мне нравится быть в кадре. Вот. Да, сложно. Потому что я недавно об этом задумывалась. То, что вот даже мама, она, пусть дети не так сильно, типа, сейчас это понимают, но она много закладывает на будущее. И учителя, это как, ну, типа, не зря говорят, что это проводники в дальнейшую жизнь, в будущую самостоятельную, взрослую. И поэтому, да, они отпечаток в жизни откладывают. Хочешь, не хочешь, это все равно, это поможет, вот как я, учителя, там, информатики, за которую ушла, или там, учителя своей... Вот, учитель начальных классов у меня была, я с ней общалась, наверное, класса до 9-го. Ну, типа, я ее поздравляла с днем рождения, там, с Новым годом. Она мне также иногда звонила. Вот у меня папа с ней очень хорошо общался. Поэтому это, да, это важные люди, которые могут у нас много научить, много дать. Дорогие учителя, многоуважаемые, очень любимые нами. Пусть мы это не очень сильно показываем, но знайте то, что вы нам очень много даете на будущее. Мы вам очень благодарны и поздравляем вас с этим прекрасным праздником, днем учителя. Мамочка, с днем праздника. С днем учителя. С праздником.